Ох и жизнь наша не в сладком, говорю я, бабы, мам, хорошо сейчас живется только нашим мужикам. Драм-кружок, кружок по танцам, а еще спортзал, рукоделие, воспитание внуков. Все это едва укладывается в плотный график пенсионерки Любови Никитенко. В своей 76 Любовь Арсентьевна мечтает научиться танцевать фламенко и освоить интернет. Я знаю, что такое одноклассники. Я как закончила, ни одного человека не встречала. Нет, встретила только в Северске одну женщину. И все, больше никого. Так мне хочется узнать, как они сейчас. Сайт одноклассники пенсионерке еще предстоит изучить. А пока она обзавелась компьютером и записалась на курсы. Уже уверенно пользуется программой Word, печатает идеи театральных постановок, миниатюр, стихов. До всего этого раньше не доходили руки. Молодость прошла в походах вместе с мужем-геологом, потом были кастрюли, дети. Теперь, когда младший из четырех внуков пошел в школу, появилось время и на хуахуп, и танцы по пятницам. В чем-то бабушка уже обошла своих внуков, которые, по ее примеру, находят время и на музыкальную школу, и карате, и бассейн. Вот я в плавании отстаю, в бассейн не могу найти никак. А они вот в танцах от меня отстают. Любовь Никитенко в первом в истории города конкурсе лучших бабушек выбрали чудо бабушкой. Таких же современных и вечно младых пенсионерок в Ленинском районе набрали полтора десятка. До финала дошли семеро. Они все особенные. Они все разные очень. Есть те, которые увлекаются пением, есть те, которые танцами. Многие увлекаются плаванием в их возрасте. Где тут медик? Помогите! Ответить ли дедушки на вызов пока неизвестно. Старики-разбойники, признались организаторы, это скорее из области кино или фантастики. А вот конкурс бабушек повторят. Желающие нашлись здесь же, в зрительном зале.